приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня очень важная тема хотя у нас не бывает неважных тем но эта тема вашей зимней безопасности потому что будет речь идти о консервации сушки и заморозки в июле 2021 года время московское и что я хочу еще предварить прежде чем мы с вами рассмотрим лучшие периоды для заготовки зима будет сложной и поэтому и сложная кстати и весна была и лето сложное все плоды ягоды зелень которую мы вырастили нужно обязательно переработать и обязательно витаминами запастись свое тело в свежем виде но очень важно еще сделать благоприятные периоды заготовки надо чтобы они были вкусными краски сохранились аромат естественно зимой как будто бы с грядки вы доставали открывали баночку или же доставали с заморозки или сушеные ягоды или плоды все это доставали и готовили ну вот давайте рассмотрим вот эти все календари у меня кстати и снова новые испытания тема продолжается по поводу продуктивного времени из каждого знака поэтому давайте начнем прямо с первого числа естественно при переходе луны из знака стихии воды это данном случае 1 июля ночью никто не будет заготавливать и кстати многие мне говорят вот мы допустим собрали в конце месяца в рыбах урожай привезли будем заготавливать в овне вот когда вы собирали это очень важный момент потому что в этот момент было наибольшее количество воды в наших плодах и в зеленушке в ягодах вот этот момент как раз очень важен не только когда вы переработаете но и тогда когда вы уже собираете урожай поэтому лучше вот сбор урожая перенести на первое уже утром а здесь уже в овне прекрасное время и сбора и переработки и причем можно перерабатывать и сушить и замораживать и консервировать все что вы вырастили это будет 1 и 2 также хороший период у нас будет в тельце тельц тоже замечательное время это пожалуй самый крутой знак в плане заготовок я его очень люблю во всех планах так вот 3 4 5 очень хорошо здесь нету проблем заранее собирать потому что луна переходит из овна в телец и можно и заранее 2 собрать 3 переработать и так далее кстати этот период переработки будет длиться у нас до 7 числа включительно видите вся неделя такая рабочая кухонная заготовительная можно будет смотрите и 6 и 7 полностью все дни все сутки сушить замораживать консервировать а сейчас прошу обратить внимание на 8 июля здесь если вы собрали вечером допустим 7 или же рано утром 8 переработайте всю продукцию до 9 часов почему в 1652 луна перейдет в знак рак это стихия воды и вот я уже сколько раз наблюдаю вот эти несколько градусов перехода из знака в знак в это время луна воздействует на наши плоды и ягоды вот при переходе в знак стихии воды неблагоприятно и потом вот этот период казалось бы да еще близнецы но это уже работа энергии вход в энергии стихии воды поэтому постарайтесь до 9 часов утра и собрать и переработать продукцию которую вы собираетесь отправить на заготовки и так 8 вечером после обеда после 9 часов утра нежелательно собирать урожай для хранения для переработки зато можно собирать для того чтобы покушать и поделиться своими родными и близкими и друзьями это приветствуется и это будет продолжаться еще два дня 9 и 10 потому что в это время луна будет находиться в знаке стихии воды в знаке рак это время не для заготовок не для сбора урожая для длительного хранения вот это себе тоже где-то заметку сделайте эти дни выпадают для заготовок и вот здесь тоже очень интересный период но так как мы ночью не занимаемся заготовками в 11 июля луна из знака рак перейдет в знак лев в 3 часа ночи 21 минуту поэтому но утро замечательно уже можно будет 11 утром собирать урожай сушить замораживать консервировать и это можно будет сделать до 12 включительно ну а 13 я вам предлагаю не делать вот этих заготовок любых и шагов по сбору урожая для длительного хранения переработки почему я вот сейчас снова повторила эксперимент свой и в деве заранее до девы за четыре часа до перехода луны в знак девы сделала консервацию к сожалению уже через месяц я увидела нехороший результат там уже собирается какие-то белые пятна и крышка поднимается поэтому пожалуйста вот уже с 0 часов 13 14 и 15 утром до я думаю что весы лучше уже вечером после 17 часов можно уже будет собирать урожай это 15 июля а вот эти дни 13 14 15 нельзя будет для длительного хранения для заготовок собирать и закладывать на хранение продукцию которую вы вырастили вот 9 не нравится это дело казалось бы это знак стихии земли но вот сколько я уже экспериментов проводила то ли мягкие получаются плоды расползаются цвет меняется естественно бродят они хотя одно и то же самое в банку мы кладем и получаем вот такой результат а вот смотрите уже в весах после 17 часов 15 16 это время когда можно собирать урожай сушить замораживать консервировать а зато 17 числа прошу обратить внимание до 12 часов дня нужно делать заготовки казалось бы в скорпион переходит аж вечером луна в 21 39 но снова же вот эти переходные 6 часов которые в которые работают знаки и сюда вот знак идет вверх уже готовится в весах казалось бы весы но там уж 6 часов забирается уже идет подготовка перехода луны в качество воды и вот стихия воды проявляется наиболее активно начинается время скорпиона и это будет продолжаться смотрите 17 до конца суток 18 и 19 полностью нельзя будет собирать для заготовок урожай а также сушить замораживать консервировать собирайте если много чего то есть собирайте для того чтобы в свежем виде употреблять надо напитываться витаминами идем дальше очень важный период очень хороший снова длительный период наступает с 20 потому что прямо с ночи с 0 часов 8 минут входит луна в знак стрелец обычно ночью никто не собирает но тем более мы не будем собирать зная что это скорпион поэтому уже утром скорпионе 20 21 можно собирать урожай консервировать сушить замораживать и все это очень хорошо будет храниться и вкусно получится далее очень хороший период также козерог это время 22 23 июля тоже сушим замораживаем консервируем все что мы вырастили и все что предназначено для заготовок на зиму еще очень хорошие два дня будут водолеи это знак стихии воздуха мне очень тоже нравится этот знак и для огурцов такие хрустящие получается очень вкусные вот это можно сушить замораживать консервировать 24 а также 25 июля здесь тоже прошу обратить внимание следующий период 26 июля рыбы у нас начинается в 6 30 но отнимите 6 часов получается что у нас 26 с 0 часов уже нельзя никаких переработок даже если вы соберете 25 вечером все равно вот эта переработка тоже не даст хороших таких качественных продуктов которые можно будет пользоваться зимой поэтому используйте пожалуйста вот эти знания опыт очень много экспериментов проводила пока много испортила продукции пока вот не пришла вот к этим результатам и так 26 27 луна находится в знаке стихии воды это рыбы и вот здесь тоже 28 будет переход в овен в 12 58 овен уже будет ощущаться в рыбах с утра поэтому можно в 12 часов начинать сбор урожая это уже овен будет почти что господствовать и полноправное действие будет иметь но лучше с 13 часов уже собираем урожай сушим замораживаем консервируем и это у нас 28 29 30 31 смотрите замечательный период это время сначала 29 30 это время стихии огня овен а затем переход в знак стихии земли и телец вечером перейдет 30 июля и 31 тоже будет находиться луна в этом знаке и это очень хорошее время для того чтобы заняться заготовками как видите вот он календарь весь не очень-то много этих красных периодов в этот месяц их 4 и можно зная вот заранее о том что вот ожидаются такие периоды когда нельзя заниматься заготовками можно заранее или позже перенести или раньше выполнить эту важную работу по насыщению наших закромов всеми важными продуктами закрома это очень важно вы будете вспоминать добрым словом себя что вы эту работу провели именно летом очень много в июле созревает плодов ягод июль это самый горячий заготовительный период из лета всего вам самого доброго вкусных заготовок крепкого вам здоровья чтобы вы это все переработали и хорошей погоды чтобы она уже вас как можно чаще радовало раиса горяченко и александр волик подготовили это видео для вас мы прощаемся с вами всего самого доброго до новых встреч в новых видео а